Здравствуйте, это программа Коммунальный патруль. Меня зовут Кирилл Политов. В еженедельном режиме мы продолжаем рассказывать о самых заметных бытовых происшествиях. Смотрим новую серию. Для начала коротко о том, что вас ждет в ближайшие 5 минут. Шаг влево, шаг вправо. Почему барнаульцы боятся гулять по одной из парковых зон города? После потопа хоть каток, как недавно частично отремонтированная улица стала напоминать скорее реку, а затем замерзшее озеро. Это завал, братан. Как вечане сами себя топят в горах бытовых отходов. Недохимичили, так говорят жители Барнаула, об одной из недоделок года. Речь идет о сквере под названием «Химиков». Эту территорию мастера просто не успели отремонтировать в срок. Теперь там возмущаются все те же жители. Опасно ходить. Сюда техника заехала в октябре месяце. Вот, ребенок бросает. Вот посмотрите, фонари у нас здесь по программе установили. Их успели только поставить столбы фонарные. Вот я даже боюсь, ребенок вот тут не углядишь. Вот такие ямы оставили. Такие ямы встречаются здесь едва ли не на каждом шагу. Столбы вкопаны, но не закопаны. Место основания приличный по диаметру траншеи. Вдобавок там же можно увидеть арматуру или провода. Все это результат работ по благоустройству сквера. Просто специалисты, а на деле выходит, что еще те специалисты, не успели до наступления холодов закончить начатое. Само собой зима пришла, как всегда неожиданно. В темное время суток, жалуются горожане, такие капканы можно вообще не заметить. Эту историю вместе со снимками Елена разместила в глобальной сети. Реакция последовала незамедлительно от пользователей. Лайки, репосты, обсуждения. Мастера тоже обратили на историю внимания по-своему. Некоторые ямы оказались засыпаны снегом, говорит Елена. Нам, жителям потока, непонятно. Ну, может быть, стоило, если не успели. Если все-таки, значит, подрядчика выбрали одного для этих 70 миллионов, и у него не хватило ни физических сил, ни техники, ничего. Ну, может быть, надо было перенести благоустройство этого сквера на весну. Сроки выполнения условий контракта, как видно, сорваны. Ответственных ждут в таком случае, скорее всего, штрафные санкции. Ответственных пытается разыскать и пользователь социальной сети, который выложил на общий просмотр очередной дорожный коллапс. Барнаульская улица водопроводная, судя по картинке, в полной мере оправдывает название. Красиво плывут вместе с авто и пешеходой. Перейти с одной стороны, точнее, берега на другую, при этом не промочив ноги, миссия практически невыполнимая. Бывают случаи, когда шоферы и вовсе не сбавляют скорость. Тогда подводный обстрел вновь попадает пешеходы. По мнению автора ролика, такие водоемы здесь образовались после ремонта парковочной зоны. Отсюда перепад полотна. Пока собственники домов и региональный оператор по вывозу ТБО решают вопросы будущего взаимодействия, в настоящем растут свалки. Вот только в этом виноваты сами же горожане об истории из Наукограда прямо сейчас. Микрорайон «Зеленый Клин», частный сектор, улица Нижнецесовская. Это видео записала жительница одного из частных домов, расположенных на этой улице. Мужчина, набрав у себя во дворе целую тачку мусора среди бела дня, не стесняет соседей, вывозит его к ближайшим кустам и там вываливает. Затем спокойно возвращается к себе домой. А что? И прогулялся, и от хлама избавился. Не смущает мужчину и мнение окружающих. Судя по всему, соседи не раз уже делали ему замечания. Я хотела бы выразить недовольствие от всех жителей микрорайона «Зеленый Клин» в том, что наши же жители, мы же сами себе под нос гадим. Потому что наши нерадивые соседи скидывают бытовой мусор прямо к себе под ноги. И никто с этим не борется. Судя по объему мусора на этой несанкционированной свалке, с тачками и пакетами сюда заглядывает явно не один человек. Уверенно делает свое дело по растаскиванию мусора и осенний ветер. И так уже около пяти лет. Именно столько времени здесь накапливается мусор. Традиционные весенние субботники на этой территории также, по словам местных жителей, не проводятся. Летом все травой зарастает. Более подробный репортаж все тех же наших бийских коллег смотрите вот по этой ссылке. Там много еще интересного. У нас на этом все. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле прежней 722-301. Это на случай, если вам удалось снять на мобильный телефон факт бездействия коммунальных служб или у вас есть история для новой серии нашей программы. До новых встреч ровно через неделю. Не пропустите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова